В конце сентября президент России Владимир Путин провел несколько кадровых перестановок, большинство из которых остались относительно незамеченными в медиапространстве. Однако почти вся страна и уж точно каждый житель Приморья знает о том, что кресло в Рио губернатора края теперь занимает экс-глава Сахалинского правительства Олег Николаевич Кожемяка. Произошло это в связи с аннулированием результатов прошедших губернаторских выборов. А обсудить нового руководителя региона в эфире Радио Лемма решили опытные журналисты во главе с Андреем Калачинским. Прошедшие выборы неудачные, прошедшие выборы губернатора Приморского края показали, что Приморье очень разборчивая невеста. Нам хочется, чтобы у нас был и свой, и симпатичный, и эффективный менеджер. И вот благодаря нашей такой вот разборчивости нам дали лучшего губернатора Дальнего Востока. Родился и вырос новый глава края в Черниговке, а потому является коренным приморцем. Эксперты в интервью крупным медиаресурсам отмечают, что свежеиспеченный в Рио опытный политик и сможет на равных разговаривать с федеральным центром, отстаивая интересы жителей родного региона. К слову, Приморье уже четвертый регион в губернаторской карьере Кожемяка. До этого он побывал на посту главы Амурской области, Корягского автономного округа, а также занимал аналогичный пост на Сахалине. Именно журналистам с Сахалина позвонил Андрей Калачинский, чтобы узнать, что за татарским проливом думают о новом в Рио. Попробуйте, если это возможно, коротко совместить его плюсы и минусы в качестве сахалинского губернатора. Сахалин не успел получить все бонусы от менеджера Кожемяка. Ожиданий было больше, он просто не успел. Спикеры в эфире Леммы подробно прошлись по биографии антикризисного губернатора, вспомнили его заслуги перед Амурской областью. Ведь там в 2013 году он успешно справился с последствиями тяжелейшего наводнения. Тогда СМИ сообщали о губернаторе, который фактически отстроил регион заново. Ну а спикеры эфира взяли на себя роль аналитиков и выразили свои надежды на нового временно исполняющего обязанности главы края. Ну, работа в Приморском крае – непочатый край. Это уж точно. Поэтому мы и край, что он непочатый. Жалко, конечно, что и Таратенко ушел, и он за этот год и сделал немало. Вот. Ну, такую ситуацию для себя выбрал. А мы можем только пожелать Олегу Николаевичу не опускать рук и также стремиться для улучшения нашего края, так же, как он в свое время это делал в Коряке или в Преамуре. Но сначала, конечно же, Олегу Николаевичу нужно будет отстоять свой пост на выборах, на которые, к слову, политик пойдет как самовыдвиженец. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.